Сегодня опять говорим про цену биткоина, и вы скорее всего думаете, Крис, ты что с ума сошел после того, как прочитали название? Что ж, есть одна четкая причина, почему я делаю такое сильное заявление сейчас. Почему же я захожу полностью в биткоин сейчас? Я уже был почти полностью в биткоине, но конечно же у меня был USDT и еще немного на счету в банке. И знаете, это скорее не совет каждому. Если вам нужно кормить детей, если вам нужны любые траты, вкладываться в биткоин это не самый лучший совет для вас. Но это видео, это пример почему биткоин это не только будущее, но также почему биткоин это лучший способ избежать того, что происходит в нашей реальности. Пожалуйста, ребята, досмотрите это видео до конца. Я тут сидел, медитировал, и знаете, пришло в голову небольшое прозрение что ли, не знаю, из квантовой реальности. И я решил рассказать вам про мысли, которые у меня в голове сейчас. Конечно, я также предоставлю немного данных, сложу все, что происходит сейчас вместе, и расскажу вам, что же произойдет с биткоином в ближайшее время. В средние сроки и также в долгосроке. Досмотрите это видео до самого конца. И если вам нравятся такие необычные видео, обязательно ставьте лайки. И, конечно же, ребята, шумите с алгоритмом. Огромное спасибо вам, ребята, за всю вашу поддержку. ММ Крипто Комьюнити охренеть какое сильное. И вовлечение у нас. Такое, как ни у кого нет в криптомире. Поэтому огромное вам спасибо. Окей, что ж, давайте все-таки поговорим обо всем. Во-первых, как я говорил вам, я уже почти полностью был в биткоине. И что же все-таки биткоин на данный момент? Вы знаете, что у биткоина цифровой дефицит. И что происходит сейчас в реальном мире. И особенно то, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Это полностью беспрецедентно. И обычно нельзя сказать, что в этот раз все по-другому. Но знаете что, ребята, в этот раз времена действительно поменялись. Например, у нас есть 84 центральных банка, которые печатают валюту 24 на 7. И это происходит с тех пор, как доллар отвязали от золотого стандарта. И все же кое-что в этот раз по-другому. О чем же я говорю? Это то, что произошло в начале 2020-го. У нас была крупная, как назвать-то, пандемия или типа того, не знаю, как хотите, называйте. И это затриггерило кое-что очень особое. И в этот момент времени больше валюты было напечатано. И обычно стоило ожидать, что из-за печатаний валюты поднимаются цены на все. На ту же авиацию, отели, еда, услуги, электричество, мобильные телефоны. Без разницы. Почему же этого не случилось? Вы же сами, скорее всего, знаете, что цены не особо-то поменялись в реальном мире. Так что вслушайтесь, ребята. Не только центральные банки печатали валюты, но также и цены особо не поменялись. Потому что на данный момент цены зависят от валюты, которая находится в обороте, умноженная на скорость. То есть на скорость, с которой эта валюта в обороте тратится. То есть если у вас есть определенный оборот, и также скорость, и оба они растут, тогда цены серьезно растут. Но если вы печатаете больше денег, и в тот же момент люди тратят меньше, в этот же момент скорость начинает падать, это означает, что цены в этот момент остаются на том же уровне. И это работает где-то примерно с февраля, марта, с тех пор, как требования резерва от розничных банков были уменьшены до нуля. Что также невероятно беспрецедентно. Такого никогда до этого не случалось. И при этом очень много печатают валюты. 28% всех долларов были напечатаны за последний год. И при этом цены не передвинулись. И все это из-за локдаунов. Люди сидят дома, и у них просто нет возможности тратить. Если перейти и посмотреть на крупные базы данных, которые показывают самые важные данные, тогда вы увидите, что поставки валют растут, а скорость падает. Именно поэтому мы особо не видим, как цены растут. Но что же происходит сейчас? У нас сейчас лето в США и лето в Европе. И поэтому сейчас случаи заболевания уменьшаются. Конечно, да, это ваше дело, насколько вы хотите доверять этим статистикам. Но официальные данные и официальная статистика говорит нам, что случаи падают. И, конечно же, растет количество политиков, которые начинают задумываться о том, оставлять или нет локдауны. Поэтому все эти локдауны останавливаются. Кстати, да, досмотрите до конца. Я покажу вам джет, на котором я лечу сейчас. На котором я лечу сейчас из Украины. Покажу немного, но только для тех, кому это действительно интересно в самом конце. Итак, ребята, цены остаются на том же уровне. И также локдауны начинают сниматься. По крайней мере, на данный момент. По крайней мере, на лето. Люди начинают выходить. Многие перестают носить маски. Клубы начинают открываться. Пляжи также. Рейсы на самолеты также появляются. Люди начинают тратить деньги быстрее. И теперь, со всей валютой в обороте, представьте это, как большой мяч, который полностью заполнен сейчас. А внутри этого мяча находятся деньги, валюты. И он стоит на одном месте. И представьте, что скорость растет, и он начинает катиться. И цены начинают расти, как никогда раньше. И я это не беру просто из головы. Я только что видел статистику. Статистику инфляции цен. Инфляция поставок у нас уже больше года. Это уже не удивляет. Хотя это и лютое сумасшествие. Не знаю, 28% в США. В евро я не смотрел. Но там тоже высокие цифры. И сейчас инфляция цен наконец-то дошла до рынков. По сути, у нас сейчас самая высокая инфляция в ценах, чем когда-либо была у нас. Даже в США. Даже выше, чем в 2008. Во время последнего крупного кризиса. И что ж, дамы и господа, какой же самый лучший план на игру? Что лучше всего сделать? Хотите ли вы держать доллары? Конечно нет. Потому что стоимость уменьшается, и это уже доказано цифрами. Это доказывается последние 60 лет и особенно последний год. Хотите ли вы держать золото? Да, конечно, золото можно держать. Оно дефицитное. Но вот что случится, если вы будете держать золото. Все в него поспешат. Ну ладно, не все. Только не мы. Но, допустим, многие люди поспешат закупаться золотом. Особенно в кризисе. Последние 5000 лет. Особенно в последнюю сотню лет. Это то, что хорошо прослеживается на данных. Итак, когда появляется кризис, люди заходят в золото. Но что же случается, когда люди заходят в золото? Спрос увеличивается. Цена увеличивается. Так что шахтеры начинают добывать больше золота. Потому что их прибыль увеличивается. И когда цена увеличивается, золото само по себе начинают больше добывать. И больше золота появляется в обороте. И, конечно, оно очень дефицитно. Его не так-то просто инфлировать. Как с обычной валютой или типа того. Но знаете что, ребята? Предложение золота не определено. У нас много золота все еще в океанах. И потенциально. Те же технологии постоянно растут. И потенциально мы сможем добывать золото из астероидов. А там оно потенциально. Бесконечно. Так что же нам нужно делать? Где найти такой актив, который будет абсолютно дефицитным? Впервые в истории человечества. Нужно идти в цифровой мир. Потому что цифровой дефицит. Это единственное, что может быть абсолютно дефицитным. Ну и о чем же мы говорим? Мы говорим про биткоин. Поэтому я готовлю себя к тому, что грядет. Я уже вижу. И я говорил об этом еще со времен марта 2020-го. Когда биткоин стоил 3000. Я говорил об этом полгода назад. И сделал очень похожее видео. Прямо из машины. И сейчас я говорю об этом снова. Это почти что случилось. Во время записи этого видео мы прямо посередине. Если приблизить месячные свечи биткоина, у нас есть взлеты и падения и разные циклы. У нас всегда есть верхи и низы и всегда есть волны. И всегда на самом дне этих волн большее давление на продажи. Создается новостями, медиа, популярными инфлюенсерами и так далее. Вне криптомира. И всегда появляется история, которая заставляет вас выйти из биткоина. Почему? Почему же больше, чем из любой другой индустрии? Потому что если вы держите биткоин, они не могут просто создать больше биткоина. И им придется забирать ваш. И это единственная возможность. Получить его. А как это сделать с помощью страха? Именно поэтому я не слушаю их. Именно поэтому я всегда говорю, я крупный ходлер. У меня самые бриллиентовые руки. Я никогда не продам свой биткоин. Я серьезно никогда не продам его. Момент, когда я буду готов продать биткоин. Потому что он действительно будет иметь честную ценность. В этот момент вы просто не захотите продать биткоин. Вы сможете тратить его. И это очень и очень важно понимать. И сейчас просто подумайте о том, что я говорил вам по поводу золота. Появляется больше золота, когда появляется спрос. Потому что его добывают больше. И подумайте, что происходит, когда спрос на биткоин появляется. Я могу вам прям обещать уже. Хотя, конечно, это не финансовый совет. Итак, что же случается? Цена на биткоин увеличивается. А что же случается, когда цена увеличивается? Конечно, люди прямо как с золотом. Люди простимулированы. Добывать больше биткоина. Вкладывать деньги в оборудование для майнинга биткоина. И что случается, когда вкладывается больше денег в оборудование, чтобы майнить больше биткоина? Нет, дамы и господа. Больше биткоина не майнится. У нас 6,2 биткоина майнится каждый блок. И где-то через 3,5 года эта цифра уменьшится до 3.125. Это половина того, что есть сейчас. Это халвинг. И так будет до тех пор, пока у нас не появится нулевая инфляция на биткоине. И чем больше денег вкладывается в оборудование, тем больше увеличивается сложность. Это функция, которую мы не видели ни у одного актива в истории человечества. И давайте представим, что спрос увеличится вдвое на биткоин. Увеличим вдвое количество майнеров. И вдвое увеличим хешрейт в сети биткоина. Инфляция останется все на том же уровне. И это действительная сила биткоина. Именно поэтому я вкладываю все в биткоин. Ставьте лайки, если согласны со мной. И давайте проведу вам небольшой тур. Я понимаю, что это немного перебор. Всегда летать на приватных джетах. Но я очень сильно ценю свое время. И когда у меня есть такие своеобразные остановки, я стараюсь создавать контент. Для вас, ребята. И конечно, огромное вам спасибо за возможность делать все эти вещи. Хотел просто рассказать, почему же я так делаю. Мне здесь не нужна маска. Это прям очень ценно. Простая регистрация и выход. У тебя нет остановок и все в таком духе. Именно поэтому-то я их и использую. Я использую это для сохранения времени. Потому что есть второй, очень дефицитный актив в истории человечества. Прямо сразу за биткоином. И это время. Итак, здесь что-то типа спальни. Как видите, здесь можно присесть, поесть или попить что-то. Там находится туалет. Возможно, покажу все позже. Здесь также четыре кресла. Для общих ужинов или типа того. Если вы, например, с друзьями летите. Здесь можно много чего хранить. Также два дополнительных сидения. И также еще два сидения. Ну и конечно, мои сандалии. Я хожу только голыми ногами или в сандалиях. Давайте остальное покажу. Так, здесь туалет. Давайте посмотрим. Вот такой вот туалет. Можете присесть здесь и смотреть на облака. В общем, это все на сегодня, ребята. Надеюсь, будет много просмотров на этом видео. Спасибо за просмотр, ребята. И спасибо за вашу поддержку. Это немного необычное видео. Но я сидел здесь, думал обо всем. И все-таки решил записать видео. Включил камеру и вот я здесь. Пишите, что думаете, ребята. Держите ли вы биткоин? И мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипты. Кстати, да, для всех, кто досмотрел до конца. Вы уже поняли это из видео. Покупать и держать это самое лучшее. Но я также торгую с небольшим количеством портфеля. И если вы хотите так же, у меня в описании есть три ссылки. Сможете получить полторы тысячи долларов по этим ссылкам в описании. Так что спускайтесь вниз, кликайте по ссылке и получайте бонусы, если вы опытный трейдер. И все, что получите, пожалуйста, добавьте в свое ходлинг-портфолио. Спасибо за то, что досмотрели видео до самого конца. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.